Welcome, welcome, welcome. Вторая игра у нас европейского ЛКСа. Последняя неделя. И элементы, которые на прошлой неделе создали сенсацию, удаляв Unicorns of Love, и одновременно с этим, проиграв своим главным конкурентом Splice, будут сейчас играть против фанатиков. На прошлой неделе элементы сыграли 1-1, фанатики сыграли тоже 1-1. Но фанатикам они пикнули Сараку за нерфленную. В шпаче 6.5 Сараку они пикнули. Серьезно? Ну ладно. Ну у элементов уже Алистар как бы понятен. Он взят, и это будет для Шпателя. Очень хорошо Шпатель отыгрывает на Алистаре. Гириус будет на Грагасе. Я думаю, с этим справится вполне реально. Стиву идеально подходит Трандл, потому что Стив не любит керрить. Он любит просто бегать и существовать. А именно этим, в общем-то, Трандл и занимается. Что же касается команды фанатик, то Гамсу... Гамсу пикнул у нас странного чемпиона себе, как мне кажется. Лиссандра будет у нас от Эйка, и Моралес будет на своем любимчике Эйзи. На нем, по крайней мере, он не сможет отдаться на 60-й минуте, как это он сделал на прошлой неделе, против команды Сплайсов. Фанатики же сейчас на подъеме. А хрен их знает. Вот честно, а хрен их знает. На подъеме они... Ну, просто мне сложно определить их скилл. Они на прошлой неделе не показали то, что показали на ЕМе. На ЕМе они заняли второе место. То есть, по сути, они вице-чемпионы ЕМ, а значит, они вице-чемпионы мира на данный момент. Такой вот интересный парадокс. Вообще, если пойти по результатам, то фанатики только как бы... Все лучше и лучше играют, только вот здесь, в Европе, как-то не спеша двигаются. И поэтому у них сейчас 9 побед, 7 поражений. Это на данный момент является пятым местом. Не в смысле пятой точкой. Пятое место в таблице. И они его делят еще с двумя командами. Ну, на этот раз уже одна команда их обогнала. Ориджин только что сыграли свою игру. И, ну, я уже сполернул, что Ориджина выиграли. Но там ни для кого было не секрет, что Джейнс проиграют. Поэтому фанатикам их надо догонять. Завтра у них очная встреча, если фанатики сегодня проигрывают. Будет небольшой запас у Ориджинов. Азир опять в пиках появился. Ну, может быть, это связано с багом солдат, который был исправлен в этом патче 6.5. Но я думаю, это связано с тем, что наконец-то люди начали его играть снова. Просто надо, чтобы кто-то в Солокушке его сыграл. Кто-то вам разбил лицо на Азире в чалике. И из-за этого все понеслось. А таких моментов очень много было. Я же смотрю много американского стримов. Ну, не ЛКС, а просто когда ребята играют в Солокушке. И там вот Азиры тоже начали появляться. Начали наносить нереально большой урон. И вот Азир, так как каждый медлейнер, уважающий себя, играл на Азире. И знает, что это такое, что это за чемпион. Конечно же, готов его пикать и играть, играть, играть. Просто Азир это один из тех как раз медлейнеров, который является крауд-контрол, так называемый чемпион. Он может держать линии и одновременно с этим не давать вас синициировать. Но одновременно с этим он может еще и в Соло выиграть игру. Потому что у него есть свои собственные вышки. У него есть потенциал сприт-пуша, потенциал Соло сделать килл. В общем, довольно забавно можно за этого чемпиона играть. Лебланк в этом смысле, конечно, послабее. Лебланк это чистый ассасин. Ну, я так просто, если, по примеру, пойти Зикс и тому подобные чемпионы. Ну, там, не знаю, Зерат. Ой-ой-ой, тут у Гамсу небольшие проблемы, но нет ни одного цц-эффекта у команды Элементса. Они просто по Гамсу дали урон и, в общем-то, просто захватили красный лес команды Фанатика. И расставят здесь ворды. Это будет свап. Алистар с Эзом пошли на свап. Я думаю, примерно одинаковые по силе линии. Чуть-чуть, возможно, после первого бэка должен быть Эз послабее. Но там начинает нивелироваться это все тем, что Сорака слабее Алистара в этот момент. Начиная с шестого левела. Хороший ганг потенциал появляется у команды Элементс. Ну, в общем, скорее всего, будет свап организован Элементсами не из-за этого. А они просто хотят фришную линию для Трандла и поломать немножко Гамсу Поппи. Все же Гамсу очень много игр на Поппи отыграл. Плюс, возможно, они умеют очень хорошо отыгрывать свап линии. Ну, посмотрим. Пока у них общий такой фарминг начался. Забирают здесь голема, делают сразу синий баф. Ну, и верят в своего Эйко. Эйко – своеобразный медлейнер, если честно. Его и плюс, и минус одновременно заключается в том, что он не играет стандартных чемпионов. Если вы вспомните, лучшие его игры за команду Элементс были, когда он играл на Кармимид и Морганимид. Вот как бы это парадоксально ни звучало. Вообще у него огромный пул, так получилось. То есть, ну, пул-то у него маленький. Сам проверял, в бане был с ним. Да нет, я не про это. Пул чемпионов у него довольно маленький. Из тех, кого он может хорошо сыграть. Но его заставляли играть просто на всем. Он был и Корки Мид, и Эс Мид. И, по-моему, Варусом он был однажды. И Арианы тоже его помню. Или Бланк от него была. И, ну, Тазира от него не было. Лисандра, конечно же, была. Ну, как бы, такой парень, которого заставляет играть на всем. Но лучшие матчи свои показывал он как раз на Моргане и Карме. То есть, такие саппортящие мидеры. Спирит думал здесь делать дайв на Эйка. Но потом понял, что это будет, а, бессмысленно, б, бессмысленно, ц, абсолютно бессмысленно. Просто даже если он сделает дайв удачным, он никак не задоминирует эту линию. Потому что телепорт есть у Эйка, а у Фобивана Клинс. Следовательно, ну, ничего этим не добьется. Ну, вообще ничего. Ну, три мапса максимум задонает. Это того не стоит. А так он потеряет флэш и потеряет возможность дальше забирать чужой лес. Так лучше прогуляться и забрать. Я так понимаю, красный баф он забрал. Просто оставил там маленького мапса. И на Рапторах оставил одного маленького мапса. Но самое забавное, что сейчас Эс вместе с Алистаром пойдут и почистят этот лес. И добьют всех маленьких мапсов. Ну, или Грагасу это оставят. А сами они смещаются. Куда? Куда смещаются? Они идут на дабл линию. Вот такой вот интересный ход. Элементы не захотели дальше делать свапы и пошли на дабл линию. Может быть это связано с тем, что Поппи подпушила здесь дальше линию. Они не хотели Трандла оставлять вне удела. Спирит здесь какую-то ловушку устраивает. Но эта ловушка никак не сработает. Дайв они тоже сделать не смогут. Более того, Спирит даже спалил свое местоположение. У Стива здесь не должно возникнуть проблем. Интересный выбор. У Стива плюс одна голда занят за ласхиченного мапса. Я понимаю, с чем это связано. Они собирались сделать свап изначально, но... Как бы он только первые 4-5 минут этой штукой может пользоваться. И сколько вот он посмотрел мапсов? Ну вот С заласхитил 18. Ну и подвышка там еще пятеро умерла. Ну сколько он? 35 голды на этом заработал. Ну и до конца игры еще заработает... Ну сколько он там не заласхитит? Ну давайте гипотетически представим. Мапсов 70-100 не заласхитит. Ну давайте округлим совсем уж. Хорошо сделаем. 150 голды он заработает с этой мастерки. Мог он взять какую мастерку получается в ответ вместо дополнительной голды? Мог взять больше урона по целям, у которых ниже 40% хп. По-моему это выгоднее. Вот честно. По-моему это выгоднее. Больше урона наносить по целям, у которых меньше 40% хп, нежели брать 150 голды. Потому что саппорт, он за игру зарабатывает с этой штукой там, наверное, от 500 плюс голды, потому что, ну вы видите, как все ласхитят мапсов всю игру. И вы никого не ласхитите, а просто смотрите за этим процессом. Начиная вот с первой секунды, вот Алик уже посмотрел на то, как заласхитчено было порядка 40 мапсов. Уже 40 голды как бы он заработал. Можно просто последить примерно, сколько Алик увидит еще мапсов, убитых при нем. Но в то время, как я и сказал, Трандл вряд ли сейчас находится даже в том числе. Ну ладно. Тут сильно Фобиван харасит Лиссандру. На самом деле в этой линии Лиссандра-Азир, доминация вначале идет за Азиром, потому что Азир более оранжевый чемпион, а Лиссандре все же надо подходить ближе, чем хотелось бы. В соло-кушке, я бы сказал, это равная линия, потому что так давить, как давит сейчас Азир, никто тебе никогда в жизни не позволит. Но в обычной игре... А, я понял, как Стив собирается делать это. Он собирается этой пассивкой пользоваться, потому что он не собирается никого больше ласхитить. На протяжении всей игры, он будет стоять и смотреть. Спирит здесь соло пошел делать Дрейка, но он сделал все криво пока, и у него сейчас уже не получится его сделать. Я, как неэкспертная Лиза, могу вам сказать, отсосет он здесь большой и твердый флаг. Вот, ну давай, попрыгай. А, попу позвал с собой. Ну понятно, понятно. Не, ну так и Нюб сможет. Так и я закрытыми глазами смог. Но он бы там... Ну он криво сделал все. Ему надо было сначала зайти сюда внутрь и начать без прокаста просто убивать их. Причем сначала потанковать самому до максимума, потом отойти и дать убить своих пауков. После этого перевоплотиться, тебя дракон откинул бы назад, дать прокаст и снова ворваться, пробежав чуть-чуть вперед. И получилось бы, что пауки снова начали бы танковать. И тогда тут уже вопрос, хватило бы урона, либо нет. Но скорее всего должно было хватить. Хотя у него там ботинки, если бы у него за место ботинок была книжка, тогда точно бы хватило урона. А вот ботинки, то, что у него куплено. Ну с первым джангельским айтемом это берется. Даже так криво делая, как он это делал, это бралось. Ну вот здесь спирит, ну очень плохо. Знаете так, противника тоже даже. Сейчас смотреть было на это. Что парень такого уровня не знает, вообще не понимает, как делается это за Элизу. Просто в свое время, когда дракон был немножко другой, тут дайв пошел, шпатель затанковал, и это 2 килла будет для команды Элеменс, 3 килла для команды Элеменс. И подходит здесь Адир, дает свою ульту, убьет он в ответ одного игрока, двух убивает. Подходит сюда Лиссандро, ну тупит, не получается, но Моралес говорит, да какая разница. Александр, ты нам не нужна, отправляйся на свою линию. 4 килла команды Элеменс, дайв был организован очень хорошо. Они решили отомстить за Дрейка, которого забрали. Ну план, смотрите, какой был. Вообще, с чего все началось? Когда забирался здесь Рифт Геральт, фанатики в этот момент зонили просто Наутилуса, ой, Наутилуса, Транла. Они его просто зонили, вместо того, чтобы пойти на Дрейка. Зонили его секунд 30, и потом вспомнили, что им-то надо Дрейка забрать в ответ. Пошли делать Дрейка, а в этот момент Элеменс уже с Рифт Геральтом пришли на бот-лейн, чтобы сломать вышку, как у них и планируется. Ну те, кто забирает Рифт Геральта, они обычно идут на тир-один вышку, не на медовую, а на вторую, которая еще не убита. И они пришли на бот. В этот момент должны были фанатики, уже забрав Дрейка, бросать эту вышку и оказаться уже на топе. Но фанатики, так как они не следят за игрой вообще, такое впечатление, что у них отключены звуки, они не знали, что Рифт Геральта так быстро забрали. Решили задефать эту вышку против Рифт Геральта, и в них пошел дайв. Дайв через Алистара и Трандла. Это как бы чемпионы, которые предназначены для этого дайва. И возможно, это бы не получилось, если бы у Элизы было фулл хп и фулл мана. Но Элиза была без маны, без хп, и даже без пауков. То есть процесс был какой-то мертвый по защите. Ну и из-за этого сразу, видите, сломалось у Фобиева на что-то. Он позвал всех, кого можно, чтобы вокруг него было больше народу. Просто может быть человеку нравится, когда на него смотрят, когда его камера показывает. Ну, на самом деле, я думаю, там проблема. Но это полностью ошибка команды Фанатик, то есть от этого всего можно было спастись очень легко. Ждет, пока тянь сзади подойдет и поможет. Да, она подошла, что-то спросила. Про старого дракона не рассказал. А, ну, старый дракон, он по-другому игрался там и получалось. Он, во-первых, меньше урона наносил, а во-вторых, его можно было в соло и Лизе делать на четвертом левеле. И все Лизы этим занимались. Его на четвертом левеле делал Варвик в соло-кушке. И Лиза делала. Была даже подборка видео, где все, абсолютно, нам тут повтор этот показывают, где все чемпионы делают дракона на четвертом левеле в соло. Но там специфичные руны и мастерис надо было брать, которые вокруг скорости атаки. Интересно, кстати, почему Эйк остался на той стороне. Я думал, он перескочит, кстати. Может быть, он криво нажал Ешку. Он, наверное, чуть раньше ее нажал, он не доехал по своей Ешке до самого края. Он должен был вообще-то на ту сторону перескочить. Потому что он правильно нажал. Просто не долетел. Так вот, дракона в соло-кушке, ну, если мы не рассматриваем ситуации, где люди играют с непонятными рунами и мастерками специально, чтобы на четвертом левеле его забирать, реально его забирал Варвик, Нуну и Лиза. Вот эти вот, в общем-то, три чемпиона. И вы должны были против них очень хорошо быть, подготовлены, потому что иначе они просто в соло заберут этого Дрейка. Надо было Варт уже туда поставить, ну, если вы на хорошем уровне играли. И вот и Лиза точно так же вытанковывает. То, что я вам описал, вот этот процесс, этот процесс она там и повторяла туда-обратно. И там три цикла было, вот как раз первый цикл, ты со всеми пауками полностью приходишь, танкуешь сначала, одну хилку в этот момент пьешь, перевоплощаешься, когда вот тебе надоело танковать, и ты заставляешь пауков танковать. Как только W эффект спадает, после этого надо отходить в сторону, чтобы дракон начинал пауков убивать. После этого перевоплощаешься, даешь прокаст, снова превращаешься в паука, и делаешь то же самое. И повторяешь вот так вот три цикла, и на третьем цикле ты его уже добиваешь. ХП тогда дракон меньше отнимал, но одновременно с этим он и дольше умирал. Ну, получалось так. Но, и вот когда я вижу, что Спирит даже близко не понимал то, что он сейчас делает, он зачем-то пошел прокаст давать сначала по дракону. Какой смысл просто это... Ой, ой, все. Все. Сорвалась, сорвалась, ребят. Я думал, она будет до конца держаться, но нет, не выдержала и подошла и сказала Фобивону «Хватит стимулировать». Хватит, она ему сказала. Хватит. Ксен еще мог, да? Ну, да, кстати, к ксену те руны и мастерки подходили. Там руны и мастерки были атак дэмэдж, флат армор и скорость атаки. Причем, скорость атаки и синие брались, и красные. Но у нас перерыв, что-то очень, очень, очень произошло. Он раньше нажал, кто нажал раньше и что нажал, я немножко не понял, Кирсант. О чем ты сейчас говоришь? Ну, а вообще фанатикам просто после Дрейка надо было отступать. Да, они теряли на этом вышку, но хотя бы оставались грустная рожа Фобина во весь экран. Да, да, да. На что еще смотреть? Единственная функция, которую она выполняет, вот и побежала сразу. Говорит, хватит. Спирит сидит, размышляет хорошая Леона Лиза. Ответ нет, не очень. Ну, он и проигрывает на самом деле, пока по игре есть, так посудить. Грагас дайв сделал хороший. Футболерский клуб, конечно, есть. У нас три даже, по-моему, клуба. у нас лига своя есть. Но тут забавная была ситуация. Как раз все те же времена, когда... А, Кирсан, раньше Ешку нажал Лиссандр. Ну, вот, да. Мне тоже показалось, что, походу, он раньше нажал просто. Он должен был на ту сторону перевалить. Так вот, в те времена, когда я тоже букмекерами этим все интересовался, у нас здесь в нашей высшей лиге восемь футбольных команд. И та команда, которая была на восьмом месте, я сейчас не смогу ни название ее вспомнить, этого клуба, но сама суть заключалась в том, что в середине сезона от нее спонсоры отказались. И у этой команды не было даже тренировочной базы из-за того, что спонсор отказался, ну, или банкротом стал что-то в этом роде. И, короче, у команды нет своей тренировочной базы, зарплата у игроков идет с федерацией, федерация их погашает, и им надо было там доиграть полсезона еще. А у них так получилось, что больше половины этих матчей они должны были играть у себя дома. А так как у них дома-то теперь нет, потому что нет ни базы своей, ни своего стадиона, они ездили все равно в гости. И весь парадокс заключался не в том, что они ездят в гости, это как бы, ладно, федерация заставляет их все равно ехать в гости, хоть они играют у себя дома, но то, что та команда, которая их принимает, она и должна была их содержать и предоставлять им тренировочную базу. Ну, вы понимаете, да, как вообще устраивается. То есть, получается, раз в неделю футбольный клуб играет, и эту неделю он готовится к этому матчу. Эту неделю игроков кто-то должен кормить, кто-то должен им тренировки обеспечивать и так далее. И вот получалось так, что все остальные команды латвийские вот этого чемпионата, они должны были кормить эту команду. Такой местный фарм-клуб, который приезжает ко всем и по очереди у всех кушает дома. Ну, с некоторыми командами они там по два раза даже за второй круг играли, так получилось. Довольно такая забавная ситуация. Ну, понятное дело, потом федерация там изменила правила, спонсор там не мог стать банкротом, ну, как-то там все изменилось. Но в начале это было реально очень весело слушать, как эта команда приезжает. И причем самое смешное, она даже у некоторых команд начала выигрывать. Ну, то есть содержанка берет и выигрывает. Такая дерзкая содержанка эта команда получилась. Блин, я название еще не вспомню. Но это как раз было в те времена, когда с контр-рига была непобедимой командой у нас здесь. Только лепайский металлург там где-то неподалеку находился. Ну, у нас все было 8 команд, но зато игралось по 4 матча друг с другом, поэтому был сезон, состоящий из 28 матчей в сезоне. Вот, и там с контр-рига из этих 28 матчей выигрывала 27 и одну ничью там играла с лепайским металлургом. Потом там посильнее уже Венспилл стал, потом посильнее Долгофпилл стал, ну и команда Рига начала тут подниматься. Ну, есть просто команда Рига. Ну, по-моему, сейчас у нас три команды из самой Риги. Ну, тут одна она считается из региона, а две других это вот просто ФК Рига и с контр-рига. Ну, конечно, хоккей в Латвии более популярен и больше денег в него вкладывается, а еще больше денег вкладывается в баскетбол. Баскетбол совсем это, ну, так получается, национальный вид спорта, хотя я в нем не в зуб ногой, ни НБА мне не нравился, ни сам баскетбол. У нас тут такой большой перерыв и правильно, что решили нам просто показывать рыжую бестию, из-за которой все это и произошло. Надо наказать эту чертовку, я думаю, из-за нее все происходит. Кто со мной за то, чтобы мы ее наказали, ребят? Накажем ли чертовку? Накажем ли мы ее? Знак вопроса. Их могли кормить стероидами, а потом снимать допинги. Ой, забей, какие допинги? Кто здесь это проверяет? Я не удивлюсь, что здесь и бухие выходили игроки. Есть такой случай, и только вслух никому не рассказывайте, особенно если вы крутитесь в стезе хоккея, когда были отборы в Нагана, если я правильно помню, Нагана 98-й год, да? Просто отборы были на 98-й год Олимпийские игры, в Нагана, значит. В этих отборах Латвийская хоккейная федерация принимала у себя команды. В этих отборах участвовала Эстония, Литва, Латвия и Белоруссия. Четыре команды. Литовцы и эстонцы это вообще не хоккейные команды, не хоккейные федерации. Их там громили всех подряд. Так вот, на одном матче за... Ну, весь турнир проходил где-то в 7 дней, и вот за один день до важного матча, где Латвия должна была играть с Белоруссией, по сути, выясняется между вот этими только двумя командами, кто поет на Олимпийские игры. Ладно, тут у нас сейчас битва, Шпателя ловит, он 6-й левел, ультует очень поздно, до конца все же прилетает Гамсу, Шпатель пытается отпрыгнуть, но ничего не получается, подходит его команда ему помочь, поможет ли до конца Моралиса, нет больше хила, есть только дэмэдж, Гиллио спрыгивает, пытается задержать, Шпатель подкидывает, принимает на себя тонну урона, Гамсу откидывается, он остается в живых, но здесь уже подходит и Эйка, будет ли улынить, нет, Эйка прожимает ульту на себя, и как же много урона зашло, но получится ли у Моралиса что-то сделать, не получается у Моралиса ничего сделать, Элистара тоже убили, нету Трандла, нету дэмэджа, без Трандла, конечно, не получается у команды Элемент отбиться, они отдают 2 кила, и скорее всего Ревгеральда, если он сейчас появится, вот идет в сторону Ту Люцан, но по-моему Ревгеральда нет, тут нам будет повтор сейчас показывать, а я так как стою все еще на этой мысли, хочу вам ее договорить, хоккейную мысль тут досматривайте, без Трандла они, понятное дело, и проиграли. Так вот, на матче я был как раз Латвия против Эстонии, и за... А, ну там было, получается как, билеты продавали на целый день, первый матч был белорусы против литовцев, белорусы победили что-то по типу там 17-1, и на этом матче сидел тренер сборной России, на данный момент тренер сборной России по хоккею, знарок, вместе с еще парочкой там друзей, там, не помню, какие там были еще игроки с ним сидели, и они пивко пили, пивко, серьезно, ребят, они сидели, как простые зрители, и стебались, вовсю стебались на сборной Беларуси, называя их фамилии, там, выкрикивая, поднимайте того игрока, поднимайте того, а вечером этого же дня, то есть там, получается, где-то в 10 утра белорусы играли, а вечером в 10, ну, чуть раньше, там, в 9 вечера уже играла сборная Латвии против сборной Эстонии, ну, и мы их там одолели, что-то по типу 28-0, ну, потому что это не команда, я говорю, эстонцы, литовцы, это не команды хоккейные были, ну, и знарок в составе тоже был, он тогда не тренер был, а просто был игрок сборной Латвии, вот такие дела, ну, вот я про что говорю, то, что пивко он пил, по сути, перед матчем, так что, о каком вы тут говорите, проверки, допинг и так далее, это сейчас так популярно стало, а в те времена это было не так популярно, и это популярно только на уровне Шараповой, понимаете, на уровне Олимпийских игр, а на местных уровнях, я не удивлюсь, что тот же самый, там, Киржаков бухает перед каждым матчем, ну, я так, к примеру просто говорю, перед каждым матчем, просто российских, там, футбольных каких-то матчей, тут Спирета поймали, через телепорт, кстати говоря, ответный, а телепорт Эйка нажал за спину, и ничего не оставалось, Гамсу как, извините, Спирету как убегать, а вот Гамсу попал просто под горячую руку, Клайвер решил поставить варп в свой лес, и знаете, единорог, когда заходит в свой лес, он обычно ждет увидеть там, пестрых пони, а встречает он, большую корову с рогами, и пьяного жарабаса, и эти, конечно, два парня, легко с ним разобрались, и Элеменс, знаете, как-то вот, организованно, назад отобрали киллы, которые фанатики, вроде бы, одним вот таким вот, челноком прошли и сделали, но, не ожидали они, что ответочку придумывают Элеменсы, Элеменсы намного лучше выглядят, чем фанатики сегодня, и пик мне их тоже нравится, пик называется фулл хаус, я уже много раз про это говорил, три танка, с крауд контролом, мидер с АОЕ дэмэджем, магическим обязательно, и гиперкерри АДшник, ну, в данном случае, конечно, не самый лучший у них АДшник, но он, по крайней мере, тот АДкерри, который может сам о себе позаботиться, и именно против пика команды фанатик, он очень хорошо заходит, фанатики же, ну, скажем, прямо так себе пик сделали, я вообще не понимаю, зачем им сарака, тут реклоса, один на один, Стив убивает, подбегает пони, пони пытается его спасти, спасает, такие, выхиливает все, что может Клай, посмотрим мы после игры, сделает ли 140%, Клай ульта, летит в реклоса, что за 140%? Многие из вас не знают, 140% это мое придуманное число, но мне кажется, она абсолютно правильно отображает, то, как вы играете за сараку, вы должны выхилить топовый демедж оппонентов на 140%, вот такой вот интересный ход, ну, там, если, конечно же, явно ярко будет выделяться какой-нибудь Эз, там, например, он нанесет 70 тысяч, а Эйка нанес 50 тысяч, урона, то вам, ну, хотя бы надо в районе 70 находиться, вы должны, пикая сараку, так как у вас нет, а, танковости, б, демеджа, ц, крауд контрола, ну, там, не знаю, какие еще вещи от саппорта обычно требуются, пилинга, кстати говоря, тоже нет, у вас есть только хил, то вы должны именно хилять, вы должны выхиливать с нуля своих игроков, вы должны, по сути, заденять весь урон, который наносит один из их игроков, конечно же, лучше денять самого большого, 110% это против самого большого урона, 140% это против среднего, я вот неправильно, кстати, вам число сказал, 110% это против самого большого урона, 140% это против среднего урона команды оппонентов, вот такие вот числа, примерно вы должны выделывать, если вы это не делаете в соло кушке, вы что-то делаете за сороку не так, где-то не дохиливаете, где-то пропускаете, тут на Эйку какой-то дайв, попытались в пятером организовать фанатики, такое впечатление, что фанатики только в пятером могут играть, Эйка решил подолынеть гамсу, очень много урона, но Реклос вытанковал вышку и спас таким образом гамсу, в ответ Эйка даже получал урон, но тут моралиста уже 4-1, и никто ему не мешает спокойно ходить фармиться и снимает телепорт у фанатиков элемента за счет вот этого, гамсу прилетел вниз, они знают теперь элемента, что нет телепорта у Поппи, а у них телепорт у Лиссандра сейчас откатится, и у Трандла тоже, так что можно будет отправить Лиссандру вниз, я бы сейчас ее отправил вниз, но она идет на топ, там синий баф ей пулит, нет, а, она идет на топ, а Трандл пойдет вниз, все, я понял, ну, можно и так, как бы в этом нет четкого такого определения, кто куда должен пойти, главное элементом, чтобы выиграть, будем болеть за них, мне не нравится, когда команда заявляет, что они самые сильные, я не люблю, когда так команда заявляет, это неправильный поступок, надо говорить, мы сыграем там в лучшую силу свою, бла-бла, мы чувствуем, что можем выиграть, но надо обязательно сыграть лучше, вот такие мне фразы больше нравятся, а когда команда заявляет, у нас лучший Адекерри, а потом говорит, у нас лучший мидлейнер, кто не смотрел ролик, перед этой неделей, они заявили, что у них лучший мидлейнер на планете, ну, не на планете, в Европе, ну, давайте посмотрим за лучшим мидлейнером, я не против, Фобивон хорошо играет, он действительно классный игрок, и сейчас, когда потерялся у них Хуни и Реклес, этот Реновер потерялся в американском ЛКС, в топ-1 команде американского ЛКС, вот Фобивон раскрылся полностью, а Реклес вообще пропал из игры, но все равно такие заявления не вы должны давать, то есть не команда должна такие заявления давать, игроки оппонентов это могут дать, и, конечно же, там, аналитики, вот они должны давать такие заявления, но никак не вы сами, это настолько, ну, тупо звучит, ну, ладно, ну, мне сложно привести пример, ой, тут Моралес много урона получил, ну, понял, что лучше не подходить и издалека как-то фармиться, Монгирис, кстати, берет Сиберию в Геральда, ну, там, правда, шило на мыло, либо себе, либо Алистару, так что, наверное, лучше и вправду взять Грагасу это было, Моралес думает среколиться, у Элеменцев сейчас главная забота, это не отдать второго Дрейка, потому что второй Дрейк, это возможность бить по вышкам, сам по себе сидит, что у команды Элеменс неплохой, они могут за счет одного Эза очень много урона наносить, и в них заингиджить будет невозможно, но у них нет удара по вышкам, то есть, либо Эс бьет по оппонентам, либо Эс бьет по вышкам, если Эс бьет по вышкам, то оппоненты не теряют ХП, они могут получше выбрать позицию, сделать контр-инициацию, поэтому им нужен вот этот второй Дрейк, чтобы у них появился дэмэдж по вышкам, даже от того же самого, там, Транла, Грагаса, которые подойдут, одну автоатаку дадут и добавят еще магический урон. Так что, думаю, что элементы сейчас будут за него сражаться, а фанатики, если они не дураки, они должны понимать, что это, наверное, самое важное сражение для них будет в игре, ну, может быть, там и дальше будет еще важное сражение. Кивесес собрал Гамсу? Он серьезно? Он реально думает, что Лиссандра будет ультить в него? Знаете, вот из всей команды фанатик, что я вижу, самое адекватное ультить здесь в Сараку. Вторая по адекватности, второй по адекватности пункт идет, это, как ни странно, Элиза. Самые неадекватные ульты это Азир и Поппи. Ну, Рекласс, понятное дело, в него надо ультить тоже, но просто, таким образом, вы просто заставите его нажать там флеш, хил и убежать. Как бы Элиза, она будет заставлена воевать до конца, а Сараку вы можете ваншотнуть. Вот почему я вот этих чемпионов так назвал. Поэтому я не понимаю, зачем вообще Гамсу купил QSS, ульту Транла она не снимает QSS, поэтому в чем идея? Гамсу, ты что-то знаешь, чего мы не знаем? Тут просто нет никакого больше эффекта, который надо снимать. Это от ульты Лиссандры, но если Лиссандра в тебя ультанет, ну, я не знаю. Я сразу пойду искать, где зарепортить можно Эйка. Это вообще последний игрок, в которого она должна ультить. Пусть влетает и впрыгивает. У тебя сраный С. С вообще не боится таких чемпионов. Лиссандр хороший плейс, кстати, делает сейчас. Именно вовремя сбекал с Эйка, у него был телепорт, если бы фанатики пошли сражаться за этого второго Дрейка, а фанатики решили, что ладно, мы лучше скелимся, Ну, тут вопрос. Поппи собирает статы себе. Она единственный танк их команды и собирает статы. Поэтому Стиву есть в кого ультить и воровать статы себе и отхиливаться. Элиза наравне с Келлицей вместе с Гелиусом. Но Элизе надо было бы здесь собирать Рулай, потому что Абисал уже есть от Фобивана. Танковость будет идти от Поппи. Ну, хоть какая-то. Кубок тут поставили. Флэш идет и в Клай ульта. Посмотрите, вот, ну, правда, никто не заулынил больше. Ну, наверное, немножко поторопился. Глубоко слишком зашли фанатики в свою базу. И Элеменсам так сильно хотелось ворваться, что с флэша в Летте Лейка именно попал ультой в Клай. И это как бы намек. У него было 4 цели здесь, и он выбрал... Ну, 3 цели, не было Люциана. И он выбрал именно правильную. Моралесу надо бы Магрес побыстрее собрать, но он пока Боттерк делает. Фобиван, как видите, отстаивает свой титул лучшего мидлейнера и ломает лицо Адашнику. 4-0, который бегает, который сюда подходит. Ну, проблема из реалия против таких чемпионов, как Азир, то, что Эза не может в него заулынить. То есть, у Эза идея заулынить. Вот так вот сделать, но без Алистара он этого сделать не мог. Сейчас у него получилась эта инициация. Телепорт пошел от эки, сразу же отфлэшилась Элиза. Прилетел сюда и Гамсу, но толку? А никакого? У Транла нет телепорта, он его тратил до этого, чтобы вернуться на какую-то вышку. Я не заметил на какую. Сейчас он просто ножками сюда подошел. Так вот, Алик, ну, кто-то должен заулынить Вазира, и тогда Эз может тоже в него ворваться. А так просто Эзу очень страшно туда врываться. У Фобивона также много урона. Тут ульта Поппи выкидывает Транла подальше. Ой, не Транла, извините, Александр, подальше. Но Дайв все равно идет, пытается убить Рекласа, а ульта не задевает Рекласа. Все это время Клай выхиливал. Получилось, телепорта у Фобивона не будет, он когда воскреснет, ему придется ножками сюда идти. А это означает, что мид-вышка тоже упадет. Сенсация? Да, вот по игре я бы не сказал, что это сенсация. По игре я вижу, что элементы, ну, наголово лучше отыгрывают. У них и план на игру был, фулл хаус пикнули. А фанатики? Я до сих пор удивляюсь пику Сараки, особенно в патче 6.5. За нерфленном патче, и играть через нее. Не въезжаю. И QSS на Гамсу тоже не въезжаю. Ему спиритвизаж наглого лучше заходил бы, потому что спиритвизаж, ну, сейчас нам покажут классную инициацию от шпателя, флеш подкидывания по спириту и Фобивона, и через экзост Фобион никакого урона не нанес по Эзу, и вот такой вот келец пришел, да. Правильно говорит Дефишу, я тут слышу краем уха, вам надо уважать Алистара, а не подходить вот так в наглую, вдвоем под вышку, будучи с квишами. Тем более, что у Фобивона перед этим уже было потеряно где-то 30% хп. Очень хороший такой ход. И появился Боттерк у Моралеса, это означает, что теперь он и Поппи не боится. Представьте, статы будет воровать Трандл, Ласт Виспер, следовательно, не нужен. Нужна только Жоня, Лиссандри, ну и танки пусть собирают там спиритвизажи, банши, ну, скорее всего, спиритвизаж, спиритвизаж, Алистар... Алистару вообще-то желательно просто было хп собирать Флатова, может быть, еще один Локет даже. Но он решил пойти через Фроузен Харт. Ну, таким образом, скорость атаки снижает всей команде, тем более, что это выгодно. И Лиза от скорости атаки работает, и Поппи, автоатакер, и Азир, конечно же, от скорости атаки тоже важна. Но Барона пока делать алименцам нельзя. Да, у них есть три танка, но эти танки им нужны для инициации. Их керри не обладает таким большим уроном. Через Майт Гилливуд просто забрал красный баф. Вопрос, сможет ли он отсюда убежать. И Лиза его станет, но это так, знаете, мертвому припарке просто подошла, дала стан от обидки. Здесь вышка на медиа упадет, и Моралису ровно соточка еще приходит. Говорит он, спасибо Азиру, который кормит его деньгами. И уже 5-0. О, еще и вышка снизу упала, здесь никто ее не дефал. Ну да, Поппи на топе, а телепорта у них второго нет, поэтому некого было отсылать вниз. Ой, а что здесь Спирит-то делает? А Спирит загулял, но Эзик, да, впрыгнул. И это шестой килл для Моралиса. Прямо вот вспоминается вот этот, вот его четвертый хороший сезон. Вот самый лучший сезон Моралиса, четвертый был. Тогда был Эз в Мете, тогда Креатон и Моралис, они между друг другом решали, кто же лучше гиперкерри. И они по очереди там боролись практически за этого из Реаля. Моралис был в команде, по-моему, Ракат, а Креатон в Джайансах, или наоборот. Я не помню. А не, Моралис, вру-вру, он в Копенгаген-Вульфах был. В Копенгаген-Вульфах Моралис был. Ульта Гамсу тут выкидывает часть команды, но Гамсу на этом все равно погибнет. Начинали делать на Шора элементы, но это скорее был байт тот самый, про который я говорил. На Шора они будут делать только при условии, если же фанатики вообще туда не пойдут. А так они просто хотят байтить, чтобы делать еще киллы, сбекаться, и вот тут как бы Дрейк через 20 секунд надо будет к нему идти. Но я все смотрю на эту Сараку, и мне грустно за фанатиков, потому что вы на ИЭМе так хорошо играли. И еще даже сегодня предматчевая, ну не то что интервью, просто маленькое видео, в котором у Реклоса задавали вопрос. Он сказал, я себя very confident чувствую на Джине, поэтому в матче против Ориджин будет решаться, кто из нас возьмет Джина, я или Нил. Ну, что ж ты на тот матч-то это копишь? Можно было и сегодня пикнуть Джина. Ну, я не говорю, что здесь проблема в Люциане. Люциан хороший чемпион, и идеально даже заходит их Тим Комбо, только он не заходит под Сараку. То есть под Сараку как-то надо все другое пикать, вам надо более смелые пики делать, вам нужна Рик Сайка в лесу, а не Элиза. Нафига Элизе... Как там было? Нафига Кату Баян, да? Вот нафига Элизе, это Сарака, что она будет давать? Тем более, что Элиза даже в дэмэдж не идет, она идет в Dead Man's Plate. Ну, нет, ну совсем не то. То есть Сарака пока, ну, в никуда. Вообще в никуда, но может быть попозже. Вот тут, кстати, телепорт от Гамсу. Прыгает он Моралес, поддамаживает немножко. А вот он и QSS сработал! Ух, как хорошо сработал! Чувствуете, чувствуете? Я вот до сих пор чувствую. Аж и на фонтане. Вот 44 секунды еще будет Гамсу чувствовать, как QSS сработал. Как же он зашел! Настолько идеальный айтем для Поппи. Она, короче, влетает такая, впрыгивает Моралеса, не наносит ему никакого урона, в нее дают ульту, и она такая QSS. Ну, все как бы. Знаете, как тоже мем такой. Рука. Больше мне, больше у меня не надо. Ну, это из советских таких картинок. Там рука такая показывает, мол, больше не наливать здесь. Больше у меня не надо. QSS, пожалуйста. Только QSS. Элеменсы забирает на Шора, и, знаете, даже обидно будет потерять такую команду. Но мы какую-то команду из них потеряем, либо сплайсов, либо элеменсов. Я говорил на прошлой неделе, что хотел бы, чтобы сплайсы остались, потому что мне очень нравится, как играет Сен Кукс, миддеры их. Ну, следующий матч, кстати, у них будет, по-моему. Они следующие играют. Ну, им посложнее соперник достался. Им достался G2 командам в оппоненты сегодня. Ну, элеменсы, уже заработав сегодня очки, конечно, ставят большую такую жирную такую точку для сплайсов. Сплайсам, знаете, как в булитах хоккейных все тех же. Надо будет обязательно теперь выигрывать G2, чтобы выровняться с ними по очкам. Очные встречи у них 1-1. На прошлой неделе сплайсы вырвали победу элеменсов. Ну, там ошибка была Моралеса. На 60-й минуте он отдался на миде. От того же Сен Кукса на Лебланк, ребят, 1-1. Ой, там Грагаса где-то убили. Нам это не показывают. Нам показывают, как Стив здесь ломает вышку. А мид-вышка здесь, азировская пала. Но там ингибитор она открыта. И Эйка с этой стороны ломает вышку. Слили своего Гиллиуса. Но, походу, они его слили, потому что там было 4 игрока. Его ожидали и хотели убить. Гамсу такая, погоня по Стиву. Оп, печеньками кидается. Вот бы кидаться в тролля печеньками. Сломали вышек много элементов. Но без Грагаса, конечно, дальше пойти не могут. Придется отступить. А по Дрейкам у них уже 3-1. Следовательно, еще и Моуман Спит добавился. Для комбинации Фулл Хаус это просто лучшее, что может быть. В общем-то, это все, что хочет комбинация Фулл Хауса от игры. Это 3 Дрейка. Ну, то есть, обычно комбинация Фулл Хаус против, допустим, паукающего сетапа. Если будет по Дрейкам 3-4. Ну, 3 у Фулл Хауса, 4 у тех. А Фулл Хаус все равно будет сильнее. Ну, понятное дело, против 5 Дрейков любой этим комбо будет слабее. Это тут нечего обсуждать, потому что каждая автоатака еще Трудамаг добавляет. Это мы не обсуждаем. Что-то Стив как-то много урона, ну, быстро, в смысле, наносит какая-то у него. Высокая скорость атаки была. Возможно, у него руны взяты на скорость атаки. Мастерки, скорее всего, он играет, ну, как и все, 12-0-18 с Граспом. Но вот в этих 12-ти там тоже скорость атаки берется в первой ветке. На шор еще 30 секунд будет, но бежать наверх не получается. Наверное, попытаются как-то через Моралиса пострелять. Тут вот вышку втроем Defendent фанатики. Ульта ни в кого не попала. Ну, и да, тогда... Ну, Моралис может подойти, дать две автоатаки. Боится чего-то подойти. В итоге все же пошел давать автоатачки. А здесь Стив наверх забрался. У ингибитора немножко снял хп. Ой, Моралис, не надо так терять хп. Зато и Лиза со своим Dead Man's Plate держится против Моралиса очень хорошо. Не теряет урон. Все, наш шор закончился. Без бека команда Elements. С беком, конечно же, команда фанатика. Надо быть очень аккуратными. Это единственный момент, как мне кажется, в котором сейчас могут камбэкнуть фанатики. Идеально было бы сейчас реколиться для Elements, потому что делать здесь больше нечего. Но не получилось забрать ингибитора, не страшно. Зачем рисковать? Нет никакого толку в этом риске. Просто сбекайтесь и все. Тем более, что оппоненты все равно ничего в ответ забрать не смогут. А Дрейк через минуту. Ну, хотят они сломать эту вышку на меде. Моралис потихоньку ее бьет. Но не забывайте, что у них преимущество сейчас 11 тысяч по деньгам. Но на руках где-то порядка 6 тысяч. То есть, реальное преимущество всего в 5 тысяч. Причем раскиданное по всей команде. Ну, почти не чувствуется оно. Моралис почти сломал уже вышку. Алик там по КД ешку тратит. Алисандра пуганула. Ничего она не сделала. И зашли наверх. Два ингибитора будут пытаться элементы ломать. Почему фанатики не делают инициацию, я не знаю. Возможно, Сарака сказала, что я лечить уже сегодня не буду. Поэтому не имеете права делать инициацию. Тут и Гамсу стоял, смотрел, как Стив проходит наверх. И Азир не попытался заулынить. Вот сейчас они заулынили. Неплохой момент. Но Шпати сделал контр-инициацию. В Гамсу Лиссандра еще не ультила. Лиссандра ни в кого так и не ультует. Пока бегает, бегает, выцеливает. И уже 2 кила сделали элементы. Лиссандра так и не ультанула. Это большая, конечно, ошибка здесь от Эйка. Но смогут убежать. Правда, Дрейка на этом, скорее всего, отдадут. Ингибиторы убиты. Но ценой двух игроков. Здесь немножко вопрос по поводу Эйка. Почему он ни в кого не ультанул, а просто посмотрел на все это в итоге. Есть телепорт у Эйка. Моралес была бы мана, я думаю, он бы здесь остался. Трандл не хочет Дрейка просто так отдавать. Кстати, наверху ворды есть, но лететь-то некуда. Там ингибиторов все равно уже нет. А мапсы еще не успели подойти, чтобы вышки ломать новые. Да, придется просто отдать Дрейка этого второго. И начинать сиджить, соответственно. Топ-лейн с Лиссандрой, которая будет идти по миду и искать возможность. Давайте посмотрим, что делала Лиссандра в этом файте. Потому что меня этот вопрос интересует. Она на Ешке ушла сюда. Думала отступать. Здесь она могла в Гамсу ультануть, но не стала. До Спирита не достает. Да, да. Ну, тогда ладно, согласен. Тут ей некуда было улететь. После того, как вот этой Ешке, когда она сюда улетела, больше Эйка ничего сделать-то и не мог. Мог бы Гамсу ультануть, но я уже говорил про эту тему. Это последняя цель, в которую ты должен улететь. Но только в ситуации, где он сам делает телепорт вас в пятерых. И прокать там QSS свой. Как бы это смешно не звучало. Да, да, Эйка не ультанул, но это даже лучше образовалось. Турномейл появился у Стива. К спирит-визажу идет Грагас. Фроузенхарт. Фроузенхарт. И Алистар делает сейчас Рендуин. Тоже абсолютно классный выбор. Насчет Фроузенхарта я уже говорил. За счет КДР он хочет выходить. Но это неплохой выбор. Мне кажется, лучше было Рендуин первым собрать, а вот КДР сейчас только делать. Но главное, что у них почти легендарный Моралес. Вышку, вышку, вышку бей, Моралес. Просто вышечку. Не надо ничего. Вот он зря там пропускает автоатачки. Можно было 2-3 автоатаки дать. А дал только одну. Вышечку надо бить. Ну вот все. Красный баф еще по ней урона нанесет. Нормальная тема. А, у него нет, кстати, красного. У него синий только был. Стив здесь побеждает Гамсу, потому что у Стива Торнмелл, а у Гамсу вообще никакого урона. Давай, первая, вторая. А что вышка на него сагрилась? А, потому что он дал автоатаку по Элизе. Я понял. Ну, потерял Моралес ни на чем хп. Придется отступать сейчас на Нашора. Стива сделали здесь инициацию. Стив пытается убежать. Фубимон за ним не гонится. И Стив получается устроить побег. Но на Нашора элементы так все еще пока не пошли. Они устроили ловушку. И эту ловушку спалили фанатики. Александра бэкается, чтобы стелепортироваться со спины. Моралес чистит последний вард. Варды есть, куда телепортироваться. И Александра и Трандл хотят сделать инициацию. На Нашора якобы делают элементы. Пошли дабл-телепорты. Вальры в Паклайо. Вот бы за сороку фейс-чекать. Раклас попадает под ульту Александра. Умирает. Фубимон, казалось бы, неплох. Но неплох. Он остался один. Топ мира. Мидер не смог победить. А Стив... Ай, ладно, буду вышку бить. А потом... Ай, ладно, буду заканчивать с командой игру. Ну, Стив прилетел, а как бы ничего поделать ты не смог со своим прилетом. Бесполезно. Ну что ж, фанатики одержали поражение. Кроме как одержали поражение, я по-другому сказать не могу. Потому что ничего сверхъестественного не сделала команда Элементс. Воспользовалась грубейшими ошибками команды фанатика. И не упустила победу из цепких лап. Спасибо, Сараки. 2,144%. Да. Каким по счету Луциана пикнули? По-моему, во второй фазе он пикался. Сарака пикалась тоже во второй фазе вместе с Луцианом. А нет, как раз ботлэйн тогда и приобрели. Нафиге Казе Боян? Да, Казе там. Казе был. Ладно, у нас перерыв.